Изоляция – это не только голосование в совбезе ООН, где Россию поддержала только Боливия, и даже Китай дистанцировался и воздержался. Хоть уж как искренне российская официальная пропаганда возмущалась тем, что Трамп унизил китайцев, якобы сообщив за десертом об атаке на сирийский аэродром. И не только всего два оставшихся союзника – теократическая диктатура Иран и террористическая организация Хезболла. Изоляция – это когда провокация с девочкой-инвалидом на Евровидении сначала кажется столь успешной, поставили якобы Украину в сложное положение, да еще как, потом оборачивается привычной бомбежкой Воронежа. Трансляции ведь не будет, значит те, кто хотел смотреть, ничего не увидят. А может и в 2018 году России там не будет. Правила конкурса запрещают отказ от трансляции. Но главное – всей российской духовности и морального превосходства не хватило, чтобы убедить несколько десятков деятелей шоу-бизнеса в Европейском Вещательном Союзе занять жесткую позицию по отношению к Украине и заставить ее принять российского представителя или, в конце концов, перенести место конкурса. Изоляция – это успехи «русского мира» в кавычках. Привет главе соответствующего фонда депутату Никонову. Число говорящих по-русски и изучающих русский людей сокращается с каждым годом. Казахстан официально переходит на латиницу. Сербия делает это без объявления, но по факту. И прочее, и прочее. И все это не русофобы, которых начальство придумало себе на радость. Это закономерный результат, как содержание российской политики, так и ее стилистика. Этот гопник в совбезе лишь копировал эстетику своего высшего начальства. А стиль этот от слабости. Грозить шведу России, в общем-то, нечем. Разве что адмиралам Кузнецовым в Дорогозинской базе на Луне. То есть развалить планету на части – это Россия может, это у нее не отнимешь. А вот войну серьезным противникам выиграть – это вряд ли. Строить университеты и больницы, хорошие дороги, помогать развитию стран тоже не могут. Но могут коррумпировать отдельных чиновников. При 1,7% мирового ВВП никого особо не купишь. По общей привлекательности Россия где-то рядом с Африкой. Немцы с норвежцами в Россию не рвутся. Свои уезжают. А партнеров по ОБКБ Россия может удерживать лишь обещаниями помогать в подавлении цветных революций. Россия приехала ровно туда, куда ехала. Стало быть, с приездом. Леонид Госборн